Сержант Бесчастный. Удостоверение давайте ваше посмотрим. Я вам не обязан показывать удостоверение, я не посторожный в полиции. Вы находитесь на режимном объекте. Я прекрасно понимаю, что... Что? Режимный объект. Избирательный участок, режимный объект? Режимный объект. Как фамилия ваша еще раз? Вы глупо, человек. В день выборов, на этот момент становится режимный. Вы пошли пропускать до тех пор, пока мне покажется режимный результат. Потому что сотрудники полиции не имеют права. А, допустим, человек подъем на ней сумка, не посмотрев, кто садится. А вы за них будете говорить? Зачем меня трогаете? Отверните, пожалуйста. Зачем? Знаешь, я буду стоять закрывать, потому что вы сейчас будете снимать детей. Я не хочу, чтобы потом на школу были жалые. А с какой целью вы детей снимаете? Ваши документы, вы чего такие снимаете? На каком основании? Статья закона полиции. Да, вы со мной говорите. Зачем ты мне физическую силу принимаешь? Я вас просто прошу. Физическую силу, зачем вы принимаете? Пожалуйста, прекратите, снимайте, избирательный документ. Что делать? Емкость ракета запрещена. Вы чего делаете? Вы что делаете, полицейские? Съемочку здесь нельзя производить. Вы чего делаете? Съемочку прекращаем. Музыка. 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 Снимите рюкзачок. кто сотрудник росгвардии зароли поздравлю снимите ручок с какой целью с целью против теоретических действий фамилия ваш как сержант бесчестный удостоверение давайте ваш по я вам не обязан показывать удостоверение я непосредственно лица здравствуйте такая ситуация мы же не знаем что у вас в языке может быть какие-то запрещенные предметы я не знаю что у вас карман может смотреть на карман давайте на это смотри не карманы ну смотри вы можете сами посмотреть вот у меня карман ладно хорошо на чем основано ваши требования требованиях правильно или просьба вас как сам павел вы находитесь на режимном объект я прекрасно понимаю что что режимный объект избирательный участок режимный объект уже на как фамилия ваша еще раз глупый человек день выбор зачем меня оскорбляете дать оружие да павел меня зовут что это вообще такое где ваше начальство потому что вы ерунду несете какую-то режимный объект тут нет вы нормальный вообще человек трогом мероприятия какие-то смотровые мероприятия то что тюрьма или что через дно но потому что это избирательный участок общественное место я понимаю ну что это основано на законе это требование ли что ну давайте ознакомимся законом и тогда ваш умный ты расскажите мне за вот зачем мне вам рассказывать то я вам объясню что у нас у вас таки может быть запрещенный может быть потому что нибудь может быть вы что хотите сделать мы хотели до осмотр провести осмотр осмотром этот осмотр производства разрешения досмотр производится уходит с моего разрешения я не даю не даю все за это до начали избирательном участке наверху. Сначала порядок наведите на избирательном участке для начала. Вы безопасности отвечаете, правильно? А если какое-то правонарушение будет происходить, вы будете реагировать? Совершенно. Там есть люди, которые на улице за это отвечают. Сейчас правонарушение происходит, но он выйдет и посмотрит на участок с улицы. Там есть сотрудник специально, также сотрудник полиции, который отвечает за улицу. Сотрудник Росгвардии такой. Я не сотрудник Росгвардии? Да, я про это. Это более-менее нормально. Такой дерзкий, подходит ко мне. Ничего себе режимный объект. Пусть у себя на режимном объекте сидит, а не выходит тогда. А вы в годы, если я не ошибаюсь? А что, узнали? Ну, конечно. Мне аж не два годика. Ну, тогда сами понимаете, что не стоит эскалировать ситуацию. А вы с Восточного округа, да? Да. Не со второй роты, нет? Нет, нет, не со второй роты, я с другого произведения. Ааа. Да, я просто вам расскажу такую ситуацию. Можно на две секундочки камеру выключить? Я представляю сотрудникам уголовного розыска. Если вы выложите мое лицо, я вам представил, что сотрудник уголовного розыска, к ней, имеете права, меня выкладывает... Так вы же ДПС или как? Или что-то я предоставился. Ааа. Я вам почему и представился, потому что фото... Уперуполномоченный, да? Совершенно верно. Фото-видеосъемка меня вы можете производить, но выкладывать вы не имеете права без моего ведомства. Получается, вы рассекречиваете мою... А вы секретно? Ну, вообще, да. 492-й приказ об ОРД. Угу. Запрещено. Мы находимся под охраной правительства. То есть, нельзя рассекречивать. То есть, правительство у вас... Смотрите. Ладно, я вам сейчас покажу кое-что. Смотрите. Хотите, вот, смотрите. Где у вас тут камеры-то эти, господи? А эти камеры... Эти камеры не в свободном доступе. У нас есть камеры, но они не в свободном доступе. Как нет? На всех участках в свободном доступе камеры. Это на участках. А у нас не участок? А что это? Здесь не участок еще? А мне участок нужен. Это второй этаж. Хорошо. Спасибо. Так, в общем, участки 1120-1119. Тут вообще какая-то непонятная ситуация. Вот. Снимать запрещено. Стоит сотрудник уголовного розыска какой-то в форме. Ну, в форме, да. В форме. По форме все хорошо. Флаги висят неправильно на здании, как бы. Ну, всем все равно, как всегда. Сотрудник Росгвардии, который не представляется. Ну, все-таки, похоже, начинается. Ух, как хорошо-то. Из Вишняков в Новогере его выбрался. Здравствуйте. У вас какие-то вопросы есть? Скажите, какие у вас вопросы? Ну, во-первых, у меня вопросы вот к этому сотруднику. Валерий? Нет, нет, нет. К вам нет. А, к вам? А вы у нас кто? Я на секретарь избирательного участка. Секретарь избирательного участка. Вот скажите, пожалуйста, как вас зовут? Валерий Александрович. Валерий Александрович. Валерий Александрович. В том числе о государственном флаге. Федеральный конституционный закон номер один. Стоп, 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 стоп. Какое это имеет отношение к выборам сейчас? Ну, вот тут избирательный участок сейчас, правильно? Стоп. Это не избирательный участок. Это учебный корпус «Ушаковский» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы. Школа номера 2324. Сейчас тут что-то проходит? Это не избирательный участок. Это еще раз будет. Учебный корпус «Школа» трасса 24. Да. Ответил на вопрос? Да. Так, хорошо. Причем здесь следующий вопрос? Тут люди голосуют? Здесь? Нет. А где? Люди голосуют на избирательном участке. Ну, то есть вон там, правильно? Нет. А где? Избирательный участок у нас находится на втором этаже. Ну, в этом здании. В этом здании. Ну, в этом здании. Так. Избирательный участок – это опособленное помещение в данный момент школы. То есть, грубо говоря, школа номер 1324 безвозмездную аренду предоставляет московскому избирательному комиссии маленькое помещение школы. Понятно. То есть избирательный участок – это избирательный участок, школа – это школа. Как сказал у нас Владимир Владимирович Мухи, котлеты живут отдельно. Отлично. Так. Отлично. Вы сейчас кто? В избирательном участке, правильно? Сейчас в секретаре избирательной комиссии номер 1128. Замечательно. То есть вы не отвечаете за это здание вообще? За школу я, помилуй богу. Все. Хорошо. Да, у меня только полиция вопрос. Даже на стандартные лица, они не отвечают мне. Как? Они административные правонарушения должны пресекать? Наверное. Правильно? Пардон, у вас за мой французский. У вас вот прямые вопросы есть по избирательному участку? Нет, к вам пока нет. Нет. Если вы за это не отвечаете, к вам пока нет. Мне было сказано, что вас не пропускают и вас попрошу по вашему рюкзаку. Но меня пока еще не это самое… не пропускают. Не пропускают. У вас начнут не пропускать до тех пор, пока мне покажется режим рюкзака. Потому что сотрудники полиции не права к нам допустить человека с объемом сумки, но не просмотрев ее содержание. А вы за них будете говорить? Я вопрос уже слышал. Я отвечал. Я понял. Потому что вы мне все равно его сейчас зададите. На какое основание они не пускают. Они же не будут пускать. Вот. Тем более, глядя на вас, я бы уже задал вопрос, почему вы пытаетесь так назовывать участок и не показывать сотрудники вашего закона? А я обязан показывать с директором рюкзаку? Вы обязаны выполнить законные требования сотрудников полиции. Ключевое слово «законные». Ключевое слово «законные». Да, «законные». А в чем волны «законные» требования сотрудников полиции? Я не знаю законов, к сожалению. Если они меня знакомят с законом, по которым я обязан. Среди федерации не освобождают бежзанин российской федерации от исполнения законов российской федерации. Да, совершенно верно. Да. Вот. Следующий вопрос. Какие у вас вопросы в школе? Я могу передать руководству школы ваш вопрос. Скажите, что за вопросы? К школе? Да. У меня вопросы. К сотрудникам полиции я сейчас обращение сделаю, они на него отреагируют. Это вы потом увидите. Нет, они будут отреагировать долго. А если вы спросите меня, я могу вам вопрос отреагировать быстрее. Флаги висят. Где? На школе. На здании школы. На входе. Неправильно. Пойдемте посмотрим. Ну как они должны висеть? Вы не знаете? А как они не должны висеть? Вы знаете? Вот так. Почему? По закону. По какому? А незнание законов у нас же, вы сами говорили, не освобождает от их выполнения. Нет, я вам назвал название этого самого федерального Полицейские, примите обращение у меня. Обращение? Обращение мое. Мое. Административные правонарушения. В отдел, пожалуйста, пройдите. Нет, я вам хочу сделать обращение. В смысле? Вы сотрудник полиции? Мы не сможем. Мы занимаемся охраной общественного порядка. Ну, представьте, для начала тогда хорошо. Выполните пункт 5 статьи 5 федерального закона полиции. Павлик меня зовут. Павлик, меня зовут Андрей. Андрей. Существового полномочного полиции. Павлик. Как фамилия? Первая фамилия, имя, отчество ваше. Ваше как фамилия? Вы представьтесь. Вы у меня обращение принимаете сейчас. Я вам сообщаю правонарушение административное. Какое административное? Нарушение федерального конституционного закона номер 1 на государственном флаге. А что это? Ну, я усматриваю вот в таком расположении флагов признаки административного правонарушения. Какое? Какое? Что такое? Ну, какое правонарушение? Загрузила тебя? А зачем? Ветерный перегутал? В чем? Ну, что такое? Послушайте, меня понял. Да. Исполнение любого закона, какого бы ни было государства, всегда бессильны перед действием непреодолимой силы. Природное явление, равное ветер, дождь и т.д. и т.д. и т.д. являются действием непреодолимой силы, то есть форс-мажут. В данном случае, если флаг закрутился, флаг был закрутен на результате чьих-то умышленных действий, потому что выход на крыльцо опечатан полностью, да, т.е. он сейчас закрыл, да, т.е. человек не мог совершить административное правонарушение, может только физическое лицо дееспособное, правильно? А ветер не относится к физическому дееспособному лицу, он является действием непреодолимой силы, то есть природным фактором. Вот сейчас, в данной ситуации, если вы так любите законодательство Российской Федерации, вы сообщили о том, что флаг перекрутился. Сейчас я передам... Я не об этом сообщил. В школу, послушайте меня. Ваша задача какая? Написать бумагу, сделать обращение или что вы флаг расправили? В чем задача? Шашечки или ехать? Скажите мне, пожалуйста. Я, если честно, уже не знаю, в чем тут задача, потому что тут какая-то... А вот, смотрите, а вот лично помню, действительно некрасиво, когда флаг закрутился. Дело не в том, что он закрутился. Да, смотрите, да, значит, дело в том, действительно, да, все остальное это раздувание, на самом деле, из мухи уже даже не слона, а мамонта. Смотрите, мы сейчас обратимся к школе, да, вызовут руководителя, заместителя руководителя по безопасности, потому что никто не имеет права распечатать кабинет, чтобы вылезти туда. Нужно открыть кабинет учебный, вылезти на крыше и распечатать. Без него никто не имеет права открыть, потому что подписано. Я думаю, это решат в течение каких-нибудь, там, относительно недолгого времени. Правильно? Но опять ветер поднимется, и ты тоже можешь перекрутить, согласны? Причем тут перекрутить, я вам говорю про расположение флагов, относительно другого флага. Забейте в гугл картинки, там все написано, как надо вешать флаги Российской Федерации. Правильно? Я думаю, вам нужно что? Чтобы расстреляли неизвестного человека? Мне нужно, чтобы человек, который сам не знает законов, не говорил мне про какой-то не знает законов и прочее. Сотрудник полиции, тут я что-то не вижу, что он зарегистрировал мое обращение. Я бы сейчас на вашем месте не выставал к сотрудникам полиции, потому что он сейчас должен стоять на участке и избирать ему, упаси бог, там что-то случится. Он должен быть реально там, потому что он сейчас не… Что он здесь делает? Вот он разговаривает с вами, вот он высоко. Я вижу. Так что, я думаю… Все, я вам обращение сделал, вы дальше делать что хотите. Может реагировать. Вы можете заявление написать. Я вам уже сделал обращение, регистрировать его в КУСП. Все. Он не имеет права регистрации в КУСП, потому что работу в КУСП допустимо только в либо дежурном, либо помощником дежурного на время отсутствия дежурного. Он пусть сделает, что хочет. Я потом просто могу обжаловать его действия. У него сделать невозможно. Есть. Тут находится… Я требую только соблюдения законодательства. Сейчас. Все, Андрей, выйдите, пожалуйста. Да. Все. Все. Все, вы досмотрите, идете ли что? Да, иду, сейчас пойду. Ну давайте. Покажите мне рюкзак, хорошо? Да, я подумаю. А рюкзак показывали, да? Очень. Почему? О, Господи. Молодец. Молодец. Я вас не могу еще. Перед вашем показывать. Ну вы отказываете мне в пропуске на избирательном участии? Рюкзак покажите просто. Это требование или просьба? Это требование. Требование? Да. Законное? Законное. На каком законе основано? Покажите, пожалуйста, рюкзак. На каком законе основано ваши требования? Напишите, значит, заявление. Напишите за это ваше заявление. Я обязан подчиняться законным требованиям сотрудника полиции. Можно посмотреть, что у вас находится. Удостоверение ваше можно посмотреть? За счет мне покажите ваш паспорт. Удостоверение, пожалуйста, покажите. Ваш паспорт мне, пожалуйста. Удостоверение, пожалуйста, ваше покажите. Давайте, пожалуйста. Азаров Андрей Николаевич, Мишкова полномочия. Ваши документы, выкидывайте. На каком основании? Статья закона о полиции. Задурник полиции имеет право пункт 2, ст. 13, ч. 1, да? Правильно? Там указан исчерпывающий перечень оснований, при котором сотрудник полиции может потребовать паспорт. Проделайте. Зачем ты ко мне физическую силу принимаешь? Я вас просто прошу. Физическую силу зачем вы принимаете? Вы не просите. Вы ко мне принимаете физическую силу. Вы что делаете? Вызови наряд, правильно. Вы что, цирк устраиваете? Я цирк не устраиваю. Вы закуспировали заявление в ММИ вообще? Ну так пойдемте, мы закуспируем. Закуспируем. Пойдемте закуспируем заявление. Я на избирательном участке хочу пройти. Вы пока покажете мне ваш... Хорошо, смотрите. Если я не покажу вам рюкзак, если я вам не покажу рюкзак, вы меня не пропустите на избирательном участке, так? Пока не покажете? Ну так. Так, вы как должностное лицо, как сотрудник полиции, как мой представитель, ну власти, отказываете мне посещение избирательного участка, то есть ограничиваете меня в избирательном праве, так? Очень право у вас есть. Вы просто покажите мне рюкзак, вы подозрительное лицо. Вы заходите в рюкзак. Смотрите, на основании какого закона я обязан вам здесь, на избирательном участке, показать рюкзак. Против. И мы с вами придем сейчас к выводу о том, что это незаконно. Николай, у нас показательный человек с рюкзаком отказывается его показывать. И хочет с видеокамерами пройти избирательный участок. Да, у него видеонаблюдение, и рюкзаком отказывается и показывает свой рюкзак. Ну, съемка нет, рюкзак там нужно показывать. Вот данный сотрудник полиции отказывается пропустить меня на избирательный участок без предъявления рюкзака, без процедуры досмотра, без основательного. Да, это без основательного. Что сказала мудрое начальство? Сейчас доложим, будем решать. Я сейчас как-то задержан, у меня какой процессуальный статус сейчас? Нет, я просто у вас на участок не пропущу. Ну, то есть вы меня ограничиваете в передвижении, правильно с вами? В передвижении? Почему? Вы мне покажите сами, я у вас ничего не прошу. Вы мне просто покажете, что там нет ничего подозрительного у вас на высоте. У вас есть исчерпывающие перечни основания, по которым вы можете в это проверить. Я вас очень прошу, пожалуйста, Павел, сейчас пойду. Да. Павел, пожалуйста, не отвлекайте, он не нужен на участие. Он сам отвлекается, он здесь какой-то темней, страдает, по-моему, по-моему времени. Давайте разберемся вообще законно, это или нет. Вы вот вместо того, чтобы сейчас почитать какие-то... Вы сейчас заходите в школу, согласны? Во-первых, в школу... Я хочу против избирательного участка, у меня ваша школа вообще... Я понял. Вы вражательный участок идете к чьей школе, согласны? Да. Вот теперь подумайте, вы просто выключите агнице, и вы думаете, что вот выйдите, идет реберок, поднесите реберок. Просто здоровый смысл. Вот включите, включите знание истории, включите тут же весла, включите то же самое время, которое в Москве происходило. Вы понимаете, что тулаков на свете и ничего не имеют против вас, не обвиняя вас ни в чем. Но сколько идет реберок у нас крутится под фору? Вы это замечали? Если бы не они, не ФСБ и так далее, сколько бы бед у нас случилось в стране, правда? И то, что где-то, да, человек, который ни в чем не виноват, он законопослушный гражданин, но он идет, и садок милиции просит показать рюкзак, да? Вы знаете, это нормально. Если этого не будет, то будет не слабо. Я согласен показать рюкзак. Я согласен показать рюкзак, только если он признает, что это требование не законное, а просьба. И выполняет мою просьбу. Стоп, 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 стоп. Просьба не... Послушайте, сейчас в Москве все-таки усиление, да? Почему? Потому что, во-первых, это не гроза, во-вторых, выборы, массовые мероприятия. Хорошо. Вы знаете, что такое слово террористическое угроза. Смотрите, вас не обыскивают. Вот обыскать он вас не имеет права, поставить к стенке, да, и облапать не имеет права. Он этот таз не может. Валерий Александрович. Показываете, вы открываете свой рюкзак, показываете, что там нет ничего, и он вас пропустил. Валерий Александрович, вот вы тут про угрозу терроризма сейчас так говорили, да, вспомните историю. Как вы думаете, сколько человек за тот год погибло от террористов? Знаете, давайте мы с вами тему обсуждать не будем. И сколько человек погибло от превышения служебных полномочий сотрудниками полиции? Как вы думаете, от чего больше? Послушайте меня, пожалуйста. Знаете, я как бы не хочу вам рассказывать про свою жизнь, да, но, поверьте, у меня вот здесь на иконостасе висит очень и очень много, в том числе из-за противодействия терроризму, да, потому что я не дал ему прошу, все-таки сотрудникам. Я вас очень прошу, пожалуйста, причинитесь просто, давайте не будем наглядать обстановку, портить ни себе, ни сотруднику, да, просто, вот давайте просто проведите гражданскую сознательность, это нормально, согласны? Вот просто гражданская сознательность, да, и все, и все в этой жизни будет классно, вот, и у всех, и не надо просто отвлекать ни его, ни меня, и, господи, замечательные позвольные, да, вы сами отвлекаетесь, я вообще не понимаю, что вы делаете, да, вы не хотите куда-то сходить еще? Да вот я пришел, меня не пускают, все. Пожалуйста, как только внести его просьбу, это просьба законная, абсолютно, господи, да, вот. Нет законных просьб, у меня законная просьба, вот вам отжаться 10 раз, вы отжимаетесь, я показываю рюкзак, это нормально? Такая же законная, абсолютно, как и ваш. значит, смотрите, если вы идете на участок, да, смотрите, вот вы заходите, да, метро, конечно, не так сильно, а вот, метро на вокзал, он будет последнее время, где-то или в аэропорту? На нефть. Ну, в аэропорту, да. Посмотрите, вы заходите в аэропорт, вы же не предлагаете отжаться человеку, который стоит на входе, и который вас просто тупо не пускает. Потому что там есть закон. Нет, и там закона нет. У нас нет закона. 16-й федеральный закон о транспортной безопасности. Замечательно, хорошо, может быть, не знаю, я, честно говоря, не знаю, про этот закон транспортной безопасности, уже, видимо, отстал от жизни, да, вот, но школа, в школе дети. Друзья, здесь полно людей, здесь дети сейчас присутствуют, точно так, как в обычные учебные, неудачно, до них выходят наши ученики-словители. И, поверьте мне, что их безопасность, она на первом, может быть даже ради безопасности детей, где-то здесь что-то, не то, что нарушается, но может быть, это делается для безопасности граждан, находящихся в помещении. Потому что, по себе, может случиться что-то в помещении, это будет очень-очень плохо. Согласны? Конечно. Все, давайте, давайте расходиться, давайте, если вы хотите идти на сутки, достаточно объемный рюкзак. Правда? Потому что, я на работу сутка прихожу, это еще так же показывал охранники. Хотя охранник вообще, на самом деле, по идее, по закону, по самого остального, да? Вы можете все что угодно делать. Вы понимаете? Меня это ничего не обязан делать. Почему? Я ничего не что угодно не делаю. Почему? Потому что, я знаю, что если люди начнут в этой жизни делать все что угодно, то наша жизнь превратится в тот ужас, в котором лучше. Я не сбежу от того момента, когда люди начнут делать все, что они хотят, и все что угодно. А как вы думаете, что их должно ограничивать? Их, наверное, должно ограничить правила поведения, которые вырабатывает общество. Правильно? Сейчас правила поведения, которые вырабатывает общество. Формально, определено. Ну, почему формально? Вот, простите, мне 46 лет, я немножко как бы постарше вас. Вы согласны, да? Я вот сейчас с вами разговариваю, разъясняю, а вы не просто, ну, как бы сказать, конечно, это все-таки, слава богу, еще не ханство, но вы знаете, честно говоря, вас тут приучили, как быть вы, с голоса старше. Я сейчас говорю, что-то, чтобы установить, что вообще, здравому смыслу и так далее. Ну, как вы считаете? Вам не так и там. А что вы сейчас скажите? Противоряющий здравому смыслу вы заставляете человека выполнять какие-то ваши нормы и законы, к которым вы пришли, исходя из своего жизненного опыта. Вы сейчас придете ко мне на этот самый участок, и я вас попрошу расписаться в ведомости и от ногами, чтобы оттуда есть книжку, да, большую книгу, да, из двух форматов. Отредь, вы на выбор когда-нибудь? Да, много раз. Вы знаете, да, что ведомство с крестными руками. Это моя прихоть, действительно. Почему моя прихоть? Потому что иначе вы разнесете мне всю эту книгу, она не развернется, она просто разберется. Понимаете, да, вот это бумажное сопля. Так? Это прихоть моя. Вы выполняете согласно неоднократно на выборах, потому что на всех выборах расписаться вверх ногами. Я так же могу отказаться и выполнить. Конечно, вы можете отказаться выполнить, но поверьте мне, что в один прекрасный момент в твоей жизни неотканетесь на человека, который точно так же вам будет вносить мозг. Как я вам вношу мозг, если я к вам даже не подходил? Меня позвали потом, потому что вам нужен был кто-то представитель руководства. Мне нужен был их представитель руководства, который их не научил ничему. Если у вас есть какие-то вопросы к сотруднику полиции, очень много. Я их разложу в письменном виде. Есть телефоны доверия, есть главное управление, как нет, потому что главное управление тебе должно было исправить собственную безопасность. Да, есть управление собственной безопасности, есть дежурная часть, ОВД. Позвоните, вызвайте, все вы можете. Да, конечно, вы можете позвонить, но вы не можете обжаловать действию сотрудника сотрудника, понимаете? Который здесь находится, сотрудник, имею ввиду. Вы можете обжаловать вышестоящему сотруднику, стоящему руководителю, дежурному. Я на данный момент не хочу ничего обжаловать. Я хочу пройти на избирательном участок и все. Что? УЗСП. В общем, давайте заканчивать этот цирк. Рюзачок покажете, я визуально смотрел, и пройдете. Так, я могу убить? Я вас не зарядю. На данный момент. Если я отказываюсь вам показать рюзачок, то вы меня не пропускаете, так? Так, точно. На чем основываетесь? На чем основываетесь? Здравствуйте. 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 Что случилось у вас? Скорее всего, не пропустили. Хотелось бы, во-первых, чтобы вы исполнили пункт 5 статьи 5 федерального закона полиции, при ней 4 пункта, как вы ко мне обратились. Для начала. Хорошо? Я пока еще никого не обращу. Нет, чтобы я знал, мы с вами диалог ведем, правильно? Я еще даже не попал с вами диалогом. С кем я веду диалог? Нет. Смотрите. Ну, впрочем, ладно, что уж там. Ситуация такая, что вот не пропускай меня на избирательный участок. Почему, говорит, не пропускай? Потому что, якобы, я должен показать кому-то рюкзак. Почему кому-то? Почему кому-то? Я попросил вас предоставить. Хорошо. Вот данному сотруднику полиции утверждает, что я ему должен показать рюкзак. Сейчас на крайне общественного порядка, правильно? Вы проходили мимо металлодетектора, вас попросили просто открыть, посмотреть, нет ли у вас чего-нибудь запрещенного. Все. И проходите спокойно, голосуйте. Это просьба? Ну, это была просьба, правильно? Не основанная на законе, просто просьба, которую я могу отклонить и отказать, правильно? Ну, в принципе, можете, конечно, Я отказал. В чем проблема? Почему меня сейчас ограничивают в моем праве? Противное чувство? Как вы думаете? Может, может, если есть законные основания полагать, что у меня есть что-то запрещенное, какие-то вещества, досмотр, понятые, вперед. Я с радостью покажу вам в рамках административной процедуры протоколируемый досмотр. Если оснований у вас нет, то будьте добры, пропустите меня, пожалуйста. Пойдемте, я сейчас вызову, мы вас посмотрим. Давайте. Если вы так хотите, вам не просто показать, просто время подняйтесь. А вы вот непосредственно начальник? Начальник участковых, да? Начальник участковых. Скажите, пожалуйста, а ваш участковый знакомый вообще с 736 приказом? Со 736 приказом, конечно. Так, дальше, пока вы уж тут. Вам ваш подчиненный доложил административное правонарушение, которое сейчас совершается? Здесь. Пойдемте, покажу. Нет, пойдемте, покажу там напротив школы. Напротив школы? Ну вот, прям на школе. Пойдемте. Сейчас я сидю. Я подожду вас. Я так понимаю, правонарушение никому неинтересно, да? Какое? По флагам государственным. Наши компетенции. Как МВД рассматривать дела? Какого? Дела на сколько? Как наскольких правонарушения? Какие? Каких? 17.9 вроде. Какие? Какие наши флаги? Государственный флаг Российской Федерации висит с правой стороны. Ну, я их сюда вешиваю, скажите, какие-то вообще. В чем-то МВД? Ну. МВД обязаны пресекать насколькими правонарушениями, правильно? Правильно. Ну, вот и все. Я же вас не требую перевесить правонарушениями. Ну, вот. У меня сотрудники здесь занимаются не пресечением с радиопровожения, они хранят объекты жилья, которые взяты под охрану. То есть, если на него кто-то будет посягать, они ничего не будут делать? Почему? Когда посягают на объект, вы не сравниваете с трех флагов, которые висят здесь, с вчерашнего дня. И посягаются на объекты две разные вещи. То есть, вы сейчас заняты более важными вещами, правильно? У нас будет. Ну, и все. Чтобы вы меня услышали и все еще. Родой Мупайл, вы слышали такое слово 150-й ФЗ? Что? 150-й ФЗ. Слышали такое слово? От вас сейчас слышу. Это закон о защите персональных данных. Вы сейчас находите в школе, там диктория образовательной организации. Отключите, пожалуйста, камеру. Здесь ходят несовершеннолетние дети. Съемка несовершеннолетних запрещается. С вами сейчас даем законом. Отключите вопрос. Отключите вопрос. Три статика. Отключите. Здесь в школе нельзя... Вы, я смотрю, догаданную не можете исполнить. Что? Даже одну не можете исполнить. Куда там три-то? Статьи. Какие? Пятую. ФЗП так и не исполнили. Павел, мы сейчас... Второй раз к вам обращались. К вам обращаюсь второй раз. Вы подошли ко мне с каким-то конкретным вопросом от этого человека? Я вам от правонарушения вообще-то... Во-первых, вы подошли к сотруднику изначально. Он вам показал свое удостоверение. Как вы наблюдали норму закона. Вы ему так и не представили, что вы нарушили тоже норму закона. Почему он должен вам что-то предоставлять идти к вам на уступки, на уступки. Если он вам показал свое удостоверение и с вашей проблемой готов разобраться, а вы даже, оказывается, представиться, кто... А он просил меня представиться? Конечно. Я неоднократно просил. Да? Молодой человек. Вы не курсите. Вы сказали, что вы только... Пожалуйста. А обязан я представляться вам или все-таки нет? А почему бы нет? Как вы думаете? Нет, почему бы нет? По закону. Обязан я представляться или нет? Нет, вам не... Давайте разберемся. Кто-то скрывает о своей личности скажите? Может быть, и скрывает. Можно чуть-чуть подвечить? А на вопросе нет. Как вы думаете? Вопрос-то не в том, чтобы показать или не показать рюкзак. Я легко могу показать рюкзак вот сейчас. Пожалуйста, не отвлекайте сотрудников от принесения службы. Вы просили вам понятых и досмотра рюкзака. Сейчас все будет. Что вы переживаете? Что вы переживаете? Встаньте, пожалуйста, ждите вашу очередь. Не надо отвлекать всех сотрудников от принесения службы, пожалуйста. Ну, то есть, когда я делаю обращение сотруднику, это я его отвлекаю, правильно? Вы уже обратились, вас услышали. Да, и рюкзак. Что вам еще не надо? Все. Ну, менять ваши флаги. Отключите, пожалуйста, камеру, потому что если вы сейчас снимаете, если вы здесь школа несовершеннолетнего ребенка, то мы будем выдохнуть написать заявление, мы уже... Это будет уже у вас... Чентр, что приедет, решите заявление. Да, напишите заявление обязательно. И даже в школу вынимаете право здесь внимать. Мы даже, сотрудники школы, не имеем права теперь детские фотографии доставлять на сайт на наш. Да, на выход. Так, все, кто-то прямо закрещает. А персональные данные что такое? Персональные данные? Персональные данные это ваше изображение, а также ваше поведение общества. Отвините, пожалуйста, в эту сторону, потому что сейчас... Зачем меня трогаете-то? Отвините, пожалуйста. Зачем? Знаешь, я буду стоять, закрывать, потому что вы сейчас будете снимать детей, я не хочу, чтобы потом на школу были жаловы. А с какой цели вы детей снимаете? Скажите, пожалуйста. Где я детей снимаю? Скажите, пожалуйста. Сейчас пойдет несушенолетний ребенок. Да что ты, черт побери, такое несешь? Мне может вообще выйти отсюда, нет? Нет, не надо, просто отключите камеру, пожалуйста. Вы с какой цели вообще снимаете детей? Зачем вам нужно? Какие детей? Мне вообще не нужны ваши дети. Я, например, на избирательный участок пришел. В школе он или нет. Мне вообще без разницы. Не я его сюда поставил. Сами понимаете. Я вам прекрасно. Ну и все. А тут избирательный участок или школа? Определитесь уже. Избирательный участок находится на территории школы. Конечно. В избирательном участке у нас висит предупреждение, что там ведется видеонаблюдение, там может вестись видеонаблюдение. Там имеет право снимать любой гражданин. Пожалуйста. А до него нигде? В школе съемка запрещается. То есть не в школе съемка запрещается, а запрещается съемка наших учащихся. Вы не имеете права снимать. Где вы будете использовать видео? Учащихся. Скажите, пожалуйста. Конечно. Куда вы выложите потом видео? Где вы будете использовать видео наших учащихся? Я нигде не собираюсь использовать видео ваших учащихся. Сейчас ходите с жилетней девушкой. С какой целью вы хотите ее сейчас съесть? Я буду использовать ее на канале YouTube как-нибудь. То есть вы сейчас вы хотите выложить сейчас вот видео, что делают в школе наши учащиеся? Правда? Идет несовершеннолетний с родителями сейчас. Вы что от меня сейчас хотите? Я хочу, чтобы вы сейчас прекратили съемку, как крайней мере, вот здесь. Пожалуйста, подниметесь на участок, там снимаете. Хорошо? Или отвернитесь так, чтобы камера не захватывала ничего из детей. Правильно? А? Вы тут по флагам обещали решить вопрос. Вопрос решили? Я не могу уже. Конечно. То есть у нас восемь корпусов в комплексе. Да? Зам по безопасности скоро должен приехать. Он имеет право распечататься в кабинет. Он приехал, скачает. Он один, а корпусов восемь. Вы же видели, что такое современная московская школа? Это уже комплекс с вами. Да. А у нас восемь километров. Представляете? Размор. Он находится почти в корреских пробках. Сейчас догорёмся. На машине. Вошёл? Пойду вниз. Можешь в сторону? Пойду вниз, пожалуйста. Пойду вниз. Хочу потом, чтобы у нас была проблема отработана. Пойду криптовалу на YouTube, а потом нам выскажут, на ком основании. Пойду. Пойдёмте, пожалуйста. Пошёл сотрудник. Всё. Андрей, вы понятны? Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, меня зовут. Очень привет. Сейчас будете меня досмотреть, да? Да. Давайте. Принамочник. Ага. Поехали. 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 Двух взяли. Сейчас Андрей, пожалуйста, это самое, досмотреть человек просто. А в чём причина? Что случилось? Я расскажу. Пошель, потому что подозрение. Малый подозрение. Да, здесь же режим правильный. Правильный. Всё же по закону должно быть. Правильный. Всё, без проблем. Без проблем. Да. Всё, и пускай идут голосуют, если всё честно, всё порядок. А чё, что это? Вы данные свои предоставите, да, сотрудник? Конечно, я паспорт продактую. Всё. А есть вопрос? Да? Да. Да. Что тогда делать? Тогда девочек. Пожалуйста, прекратите, вот снимайте сберательную документацию, съёмка с дранией запрещена. Вы чего делаете-то? Вы чего делаете, полицейскую съёмочку, здесь нельзя производить. Я какое-то правонарушение совершил? Полицейский? Да. Какое? Снимать. А нельзя? Нельзя. Вы вообще в курсе, что камеры на весь мир транслируют, нет? Команду я снимаю. Поступила команда от кого? Вы кому подчиняетесь? Вы кому подчиняетесь? Вы полицейский, вы знаете, что вы закону должны подчиняться, а не председателю УИКа. Сейчас вы можете мне сказать, я могу снимать на избирательном участке или нет? Нет, вам сказали, нельзя снимать. Нельзя снимать, да? Правильно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok